Доброе утро! Мастер-класс дают депутаты Ленинградской области прямо в региональном парламенте. Они провели физкультурную разминку. Тон задавали две девушки в форме. Они показывали простые движения, а депутаты повторяли. После разминки предложили проводить занятия почаще, чтобы держать себя в тонусе. А затем приступили к рассмотрению отчета о здоровом образе жизни за прошлый год. Школа 21 века появилась в селе Киприна Шалаболихинского района. Здесь будут заниматься почти полторы сотни школьников. Ремонт учебного заведения и переоснащение современным оборудованием сделали за счет средств краевого бюджета. Подробности в нашем следующем сюжете. Еще полтора года назад школа находилась в ветхом состоянии. Само здание было построено в 70-х и с тех пор не ремонтировалось. Шалаболихинская районная администрация заказала строительную экспертизу и помогла составить смету. Работы профинансировала краевая администрация. Объективное состояние школы до ремонта, но оно свидетельствует о том, что требуется срочный ремонт. Поэтому мы задачу такую поставили перед муниципалитетом. Администрация Шалаболихинского района активно и быстро и качественно отработала этот вопрос. К ремонту приступили летом 2018 года. Работы велись в несколько этапов. Сначала восстановили кровлю и обновили фасад здания. Вторым этапом заменили окна и коммуникации, канализацию, водопровод и отопление. После того, как ремонтные работы были завершены, закупили и установили новое оборудование, обустроили класс химии и астрономии. Всего же на ремонт и оснащение школы потратили 38,5 миллионов рублей. Первым этапом у нас зашли начальные классы. Первый урок у нас практически его не было, потому что настолько дети с эмоциями все это восприняли. Ярослав Улымов, Анатолий Фукс. Новости. Научиться правильно говорить и отстаивать свою точку зрения. В краевом центре стартовал. Прошел. Научиться правильно говорить и отстаивать свою точку зрения. В краевом центре прошел образовательный проект «Школа дебатов». Школа дебатов в таком формате проводился в Алтайском крае впервые. В ней участвовали молодые люди от 14 до 30 лет. Организаторами выступили Краевое управление молодежной политики, реализации программ общественного развития, Краевой дворец молодежи и Алтайский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России. Здесь мы научим школьников, студентов вузов и СУЗов города формату игры в парламентские дебаты. Целью этого мероприятия является развитие стратегического мышления среди молодежи нашего края. Ну и чтобы в целом молодежь понимала, как нужно воспринимать информационные потоки, и чтобы она могла ориентироваться во внешних, внутренних повестках России, для того, чтобы умела правильно подбирать аргументы, для того, чтобы отстоять свою позицию, свою точку зрения. В течение двух дней участники осваивали навыки публичных выступлений и технологии построения речи, узнали о разных формах проведения дебатов и как правильно управлять вниманием аудиторий. Заключительным этапом стал турнир, который прошел в формате парламентских дебатов. И это радует на самом деле, что ребята понимают, что в современном мире нужно уметь высказать свою позицию, уметь отстоять свою точку зрения. Да и элементарно просто мысль свою выразить, потому что действительно, да, огромное количество гаджетов, вот эта электронная коммуникация, все это затрудняет процесс понимания. И здесь мы пытаемся как раз их научить не просто выражать свою точку зрения, а еще и аргументированно это делать и красиво. А уже в марте и апреле программа «Школы дебатов» пройдет в Бийске и Рубцовске, а победители общекраевого турнира имеют все шансы поучаствовать в дебатах на всероссийском уровне. Но в любом случае, всем участникам Алтайской школы дебатов выдали соответствующие сертификаты. На этом у меня все. Я желаю вам хорошего дня и продуктивной недели. Редактор субтитров А.Семкин